Его имя славное. Иисус есть Господь, и нету другого, кроме Него. Сегодня мы не просто приходим на это место, мы приходим, чтобы обогатиться им, обогатиться Его Словом, чтобы сегодня действительно мы могли увидеть те вещи, которые Господь предназначил для нас, чтобы наша жизнь, которая на этой земле имеет очень короткий отрезок, очень короткий. Вы знаете, когда мы начинаем смотреть на свою жизнь со стороны вечности, то мы начинаем понимать, что наша жизнь, она такая-такая короткая на этой земле. Я понял также, что дьявол, он заинтересован, чтобы всячески, он прилагает любые усилия, чтобы всячески отвлечь нас от того, чтобы мы не рассматривали себя со стороны вечности. Все, что сделал для нас Иисус, Его приход на эту землю, и это откровение, которое мы получили, оно позволяет нам оторваться от земного притяжения и увидеть близкое, родное и дорогое – это Его Царство, это Его Небеса, это то, что связано с вечностью, это то, что приемлемо для каждого верующего, для каждого христианина, который принял Иисуса. Я думаю, что большинство поражений в нашей жизни или проигранных сражений по причине того, что мы недостаточно осознаем, что сделал Иисус и что такое Небеса для нас. Зачастую мы просто по этой жизни пытаемся приспособиться к тому, что связано с временным и проходящим, но Иисус пришел не для того, чтобы утвердить нас во временных вещах этой жизни, Его цель была оторвать нас от этого земного и открыть свое Царство, могущественное и сильное Царство, Царство Божье. Царство – это то, что принадлежит нам, это то, что дано нам, это то, что находится внутри нас, это то, что позволяет нам жить жизнью насыщенной. Сегодня мы встречаемся с этими проблемами в жизни лишь по той причине, что мне кажется, что для нас недостаточно, мы недостаточно понимаем, что такое вечность, что такое то, что связано с нашим Господом Иисусом Христом. Мы очень хорошо знаем истории, мы знаем очень хорошо то, что Моисей, который воспитывался в доме фараона, который назывался дочерью, сыном дочери фараоновой, который был неограничен в том, что было во дворце фараона. То есть написано о том, что сокровища египетские, он мог ими пользоваться. Кроме того, он имел положение, он имел авторитет там, потому что он был сын дочери фараоновой. Фараон в то время это был равносильно, он был как наместник Бога на земле, его считали за Бога, ему поклонялись. Это был не просто император или царь, это была личность, которая имела определенное могущество. И Моисей, он являлся внуком этого фараона. И вот Слово Божие говорит о том, что он оставил это все, как можно. Он оставил, и причина, почему это оставил, написано, что он не захотел всего этого иметь. Отказался быть сыном дочери фараоновой. Он почел лучшим для себя, лучшим. Это страдать с народом Божьим, поношение Христова. Он их принял как за лучшее преимущество в своей жизни, нежели иметь временное греховное наслаждение. Отказался от сокровищ египетских. Почему так? У этого человека это произошло. С чем это связано? Слово Божие говорит, что он взирал на воздаяние. Он что-то увидел. Когда он это увидел, что все остальное, что связано с землей, с богатством, с властью, вдруг оно погасло. Оно перестало иметь значение. Я верю, что в нашей жизни с приходом Иисуса должны произойти радикальные изменения. Я верю также, что мы должны оторваться от этого земного, что нас может удерживать. Вы знаете, сегодня меня удивляет, когда христиане, они больше удивляют времени политики, большим каким-то спором, кто прав или виноват. Сегодня враждуют между собой люди на политической арене, а христиане вдруг стали враждовать между собой, когда это было возлюбленной причиной недостаток познания Иисуса Христа. Иногда кажется, вот эту бы ревность только по Богу, направить ее на поиск того, кто возлюбил нас, кто отдал жизнь свою за нас, к Иисусу направить свое стремление. Я хочу сегодня поговорить о вещах, о которых сказал Павел. Давайте мы вначале прочитаем это место. Это записано послание, второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих, 9 и 10 стих. Мы знаем, это Павел, он делится этим свидетельством, когда он просил Бога, чтобы жало сатаны, которое удручало его, чтобы он избавил от этого. И вот в 9 стихе Павел говорит «Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушевствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Я эту тему обозначил так. Сила в немощи. Известная для нас, можно сказать, настолько мы знаем эти все термины библейские, но как практически в нашей жизни. Сила в немощи. Как бы несоответствие такое. Обычно мы рассматриваем какого-нибудь человека, который имеет физические, телесные, на физическом уровне какие-то сильные качества, и мы смотрим, вот в этом есть сила. Мы привыкли всегда все сравнивать с тем, что сильнее. Сегодня государства, они соперничествуют друг с другом по силе своей военной мощи. Они ее демонстрируют. Они миллиарды средств тратят на то, чтобы иметь превосходство, чтобы как-то доминировать в этом мире. Но здесь почему-то Бог, Он так интересные вещи нам открывает, что сила, она в немощи. Как так? Немощь – это слабость. Как можно в слабости быть сила? Дело в том, что Бог никогда, Он не шел на сделки с нашей плотью. Он никогда не шел на том, не сговаривался с нами, чтобы сказать, давай мы заключим какой-то договор. Ты немножко мне, а я немножко тебе. Вы знаете, когда Он приходит в нашу жизнь, все, что связано с нами, я имею в виду с тем, на чем держится это человечество. А человечество держится вот на чем. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Сегодня люди, чтобы достичь определенных целей, сегодня эгоизм и определенная похоть и стремление быть лучшим, быть первым, быть звездою, достичь чего-то, сегодня двигать сегодняшний прогресс. Люди стремятся к этому, чтобы иметь хоть немножко преимущества над кем-то, лучше выглядеть, лучше показаться. Я лучший, гордая, эгоистическая натура человека. Но апостол Павел, он говорит о том, что я гораздо более буду хвалиться, и он перечисляет эти качества. Чем он будет хвалиться? Он говорит, поэтому я благодушествую в немощах. Другими словами, в слабостях, в обидах. В обидах это не в том плане, что он обиженный ходит, а в обидах это в том плане, когда он под постоянными находится нареканиями, его обижают. Это, возможно, предательство, нанесение определенных ран, боли. И он говорит, что в этом состоянии он имеет правильную позицию в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. И он, заканчивая 10 стих, он говорит, «Ибо, когда я немощен». Когда мы в нашей жизни видим вот это все, на чем строится этот мир, когда мы видим, что это ничто. То, что в глазах людей – это сила. Вот в этом сила. А мы это видим, что это ничто. Как Моисей, который однажды увидел, что все стремятся к богатству, к славе, к известности, к власти. А для него это стало ничто. Для него лучшим оказалось это страдание. Я сегодня хотел бы, чтобы мы увидели, что есть определенные причины, которые не позволяют сегодня Богу двигаться так, как Он определил. Есть определенные стены, которые должны в нашей жизни рухнуть. Я думаю, что самое большое, что Дух Святой сегодня делает, прилагая усилия, чтобы работать над нами, это привести нас в состояние, чтобы мы поняли, что мы ничто. Я не имею в виду, как ценность нашей души. Я имею в виду, когда мы из себя что-то начинаем выставлять. Мы, когда начинаем себя рекламировать, мы начинаем поднимать свой образ, этим самым мы закрываем Бога. Я что-то достиг, мы что-то сделали, мы возьмем, мы победим, это вот я. Дух Святой, Он заинтересован привести нас в состояние, чтобы мы сказали, не я, не мы, но это Он в моей жизни, это Бог. Никогда это не придет без откровения. Откровение не приходит просто так в нашу жизнь, без встречи и с Иисусом Христом. Дух Святой, Он трудится над нами, чтобы это откровение, оно захватило нас, чтобы мы погрузились в это откровение. На сегодняшний день, люди, находясь в христианской среде, они не имеют даже страха, когда они переступают эту границу греха. Сегодня есть такое понятие, что вот Бог, Он такой, что главное вовремя сказать «прости меня», и Он простит, и все на этом закончится. Но вы знаете, суть Бога в нашей жизни это изменить нас и сделать себе подобных, чтобы мы были подобны Ему. А это значит, наша жизнь не просто отличается от мирских только тем, что мы стали посещать церковь, что мы вдруг больше стали понимать или получили знания о Боге. А это заключается в том, что наша жизнь преображается в образ Иисуса Христа. Мы преображаемся, изменения происходят, и это не как, как только через то, что мы осознаем, что я немощен. Я немощен. Господь, я ничто. Сегодня мы говорим «Господь, я это смогу». Нет. Сегодня мы просто приходим и должны сказать «Господь, я этого не смогу». Как сказал однажды Моисей, «Если ты не пойдешь, то не выводи нас. Если ты не пойдешь, если тебя не будет, если мы не будем видеть тебя, зачем ты будешь выводить тогда?» Вот это вот немощь, это положение нашей зависимости от Бога. Зависимости, что это осознание, что без Него все мои достижения в конечном итоге не имеют плода. В глазах людей это может казаться, что ты чего-то достиг, но в глазах Бога это ничто. Плод – это когда ветвь на лозе, когда мы общаемся с Ним, обогащаемся им. Я хочу сегодня коснуться положения, состояния человека. Почему сегодня ушел страх из церкви? Почему сегодня люди не благогодеют в Божьем присутствии? Почему сегодня такой либерализм в отношении Бога в том плане, что это мой друг, это просто там, и так просто с легкой такой вот ноги, а не с Богом? Но я знаю, что да, мы должны иметь с Богом общение, но Слово Божье говорит о том, что это Бог всемогущий. Обращаясь к Аврааму, он сказал, ходи предо Мною и будь непорочен. Есть определенная ответственность, чтобы мы имели общение с Ним. Мы должны иметь определенное состояние. Мы сами по себе не можем быть праведными. Наша праведность во Христе Иисусе. Посредством этой личности мы что-то получили для того, чтобы угодить Богу. Не своими силами, а во Христе мы только способны правильно принести плоды и угодить Богу во Христе Иисусе. Павел говорит, я немощен. В этом есть сила. Это признание своей зависимости во всем от моего Господа. Полностью от Него. любую сферу в нашей жизни, когда мы начинаем своими силами, даже эти положительные такие намерения, рано или поздно это приведет к разрушению. Есть некоторые люди, которые, они напрягаются, чтобы бороться со грехом. Они напрягают свои силы, они борются с ним. Вы знаете, в конечном итоге приходят они к заключению, что они не в состоянии преодолеть этот грех. Я вам скажу, что мы не сильнее греха. Кто-то думает, что своими силами он может справиться, то он обманывает себя. Если хоть немножко мы бы могли бы своими силами преодолеть грех, то Иисусу не нужно было приходить, чтобы умирать за наши грехи. Мы бы сами справились. Но Слово Божие говорит, что Он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Не так давно я встретился с одним молодым человеком, и он был в таком разочаровании, разочарован в жизни, разочарован в себе, разочарован в Боге. Когда мы стали с ним беседовать, он говорит мне, это человек, который с детства верующий, это человек, который никогда не был в мире, постоянно ходит в церковь, хорошо знает Писание. Он мне говорит, что после водного крещения, когда служители молились за нас, и они возложили руки и объявили нас, что мы крещены Духом Святым, потом, когда пришли искушения, и говорит, я имел падение, я пришел к пастору и сказал, пастор, в моей жизни есть проблема, и поделился, он говорит, хорошо, мы помолимся, помолились, через время, говорит, пришло снова искушение, я снова не устоял, и я снова пришел к пастору и сказал, пастор, у меня снова трудности, и пастор говорит, слушай, здесь что-то не то, давай разберемся, может быть, ты вообще невозрожденный человек, когда пастор начал в этом плане говорить с ним и стал говорить о том, что у рожденных свыше таких искушений не может быть, и дьявол стал атаковать его и говорить, а может быть, ты вообще не предназначен ко спасению, а может быть, ты вообще не предназначен к тому, чтобы иметь спасение, вот почему другие христиане, они не находятся в этом состоянии, а ты находишься, он снова пришел к пастору и говорит, мне одолевают такие мысли, что я вот такой, такой-то, он стал мучиться от этих вещей, он стал страдать от этого, и пастор посоветовал ему, слушай, эта проблема не связана с тем, чтобы мы могли решать ее в церкви, это обыкновенная болезнь, ты обратись к доктору, и он даст тебе определенные препараты, которые помогут, и он сел на эти препараты, он говорит, я потерял покой, я стал мучиться ночью, страхи стали приходить, я стал заглушать себя этими препаратами, через три месяца мне повысили дозу, я, говорит, еще больше оказался в этом состоянии, неуверенности, вы знаете, сегодня это удивляет, что это не где-нибудь происходит, это происходит в церквах, он говорит, вы не представляете, сколько я сил прикладывал к тому, чтобы снова не сорваться, чтобы снова не упасть, у меня только голова была этим и занята, как устоять, как устоять, как устоять, вы знаете, это ловушка, когда люди перестают прогрессировать во Христе Иисусе, но думают только о том, как удержаться, как не упасть, как не согрешить, вы знаете, они пойманы, это замкнутый круг, они уже находятся под влиянием этого греха или этих темных сил, вы знаете, Слово Божие нас не призвало, чтобы мы своими силами боролись, Слово Божие нас призвало к тому, чтобы мы укреплялись Господом и силой Его могущества. Апостол Павел писал Тимофею, говорит, помни Господа от семени Давидова, помни Его, вы знаете, в нашей жизни должны быть правильные приоритеты, чтобы мы имели сегодня победу. Я прочитаю такое место, это записано книга, вторая книга царств, 22 глава, 17 стиха, где Давид сказал такое слово. «Простер он руку с высоты и взял меня и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от недовидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня». Обратите внимание, Давид не сказал, что враги, которые окружили, они были слабее его. Он говорит, «Ты избавил меня от сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня, возлюбленные». Наша немощь, это признание своей зависимости от Бога. Это всегда думать о том, что Господь, Ты сильный в моей жизни. Не я, Ты сильный. Конкретный пример, который мы прочитали здесь у Давида, он говорит, что Ты избавил меня от сильного, от ненавидящих, которые сильнее меня. Ты избавил меня. Он говорит, Ты стал моею опорою. В 20 стихе говорит, «И вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он, Бог, благоволит ко мне, возлюбленные. Сегодня дьявол, он постарался, чтобы нас оторвать от того, чтобы мы не искали Бога, чтобы мы делали опорою в своей жизни те вещи, которые нам привычны. Я вот так могу, у меня так получается, на это делаем опору». Но Давид говорит здесь, что он стал его опорою, и Бог благоволил к нему. Сегодня как важно, чтобы Бог благоволил к нам? Благоволил, благоволил к нам. Он сегодня, чтобы был расположен к нам. Для этого нам необходимо иметь смиренное сердце. Мы не приходим к нему с договорами, мы приходим к нему и сдаемся к нему и говорим Господь, я такой, как есть пред Тобою, я просто отдаюсь Тебе. Ты силен сделать все. Иисус говорит, придите ко мне труждающиеся и обремененные. Он не сказал, вы избавьтесь от своих бремен, от своих тяж, от своего багажа и тогда приходите. Нет, Он говорит, придите ко мне труждающиеся, люди утомленные, которые устали в борьбе, которые под бременем греха, придите ко мне труждающиеся и обремененные. Он сегодня приглашает таких людей, потому что Он только в силе, Он в состоянии помочь нам. Вы знаете, если бы сегодня пришло понимание в нашу жизнь, вы знаете, человек грешный на этой земле зачастую думает, что когда-нибудь я сам справлюсь с этим недостатком моей жизни. Многие люди так думают, христиане так думают, они говорят, ну ничего, это только до времени, но придет момент, я избавлюсь от этого, и они ждут этого момента. Вы знаете, некоторые люди очень долго ждут, но я хочу подметить такую важную деталь, до тех пор, пока человек живет во грехе, он идет в погибель, это путь погибели, когда человек, он находится во грехе, это путь в погибели. Очень часто мы на этих служениях делаем призыв на покаяние, и практически всегда есть люди, которым нужно примириться. Это не то, что люди пришли с улицы и оказались здесь случайно, но есть люди, которые живут, и некоторые согласились со грехом, они не просто согласились, некоторые легализовали грех в своей жизни, пьянство, некоторые люди говорят, что употребление алкоголя это, ну, здесь ничего страшного нет, просто нужно контролировать себя, грех не надо контролировать, от него нужно избавиться, избавиться нужно, некоторые люди просто определили дозу, когда грех, а когда не грех, когда это они делают, вы знаете, не имеет значения, какая доза, грех есть грех, и слово Божье говорит нам, чтобы мы не употребляли вина, это точно есть перевод, не употребляйте вина, от которого бывает распутство, но исполняйте святым духом, есть преимущество для нас исполняться духом святым, сегодня можно слышать, как некоторые люди говорят, о, у меня такой был тяжелый день, я сегодня имел такое напряжение, я поссорился с женой своей, меня дети не понимают, у меня сегодня проблемы финансовые, у меня то и другое, у меня просто нервный накал, мне нужно просто разрядиться, и люди идут и употребляют алкоголь, мне говорит, легче, я хочу забыться, вы знаете, никого еще алкоголь не вывел из проблем, но Иисус, который силен это сделать, почему Давид говорит, что в тесноте я возвал Господу, но сегодня люди в тесноте вдруг, они обращаются к каким-то другим вещам, ничего страшного, это просто расслабит, это просто отвлечет, люди сегодня не Иисуса ищут, чтобы избавиться от душевного давления, но они идут и употребляют антидепрессанты, Давид говорит, что я в тесноте возвал Господу и Он услышал меня и вывел меня на пространное место, Господь есть сила моя, крепость моя, твердыня жизни моей, кого мне бояться? Вы знаете, есть определенные вещи, связанные с силой, эта сила нигде не будет, она в Господе, и наша зависимость от Него позволяет нам иметь победу над сильным, который сильнее нас. Давид не был сильнее Голиафа. Голиаф, он был подготовленным воином, Давид вышел против него, была просто сумка и палка в руках, и Голиаф стал смеяться и говорит, ты идешь на меня как на собаку, я что тебе собака, с палкой ты идешь против меня, и он говорит, я снесу голову твою, и что сказал Давид, да, ты идешь против меня с копьем и мечом, а я иду против тебя с Господом Саваофом, Господь Саваоф, который был с ним. Вы знаете, Давид понимал, что на физическом уровне он с ним не справится, но с ним есть Господь, который сильнее Голиафа, и победа была совершена. Да, есть грехи, есть искушения, но есть Господь, который сильнее этого. Он победил это на Голговском кресте. Но что происходит сегодня, когда мы медлим, когда мы оттягиваем время, когда мы думаем, что вот я поправлюсь, вот когда я немножко поднаберу силы, я тогда справлюсь, но сегодня да, и у меня не получается, но немножко я еще подожду. Вы знаете, человек, который пребывает во грехе или находится в какой-то зависимости, что происходит? Это равносильно, когда человек идет, и он оказывается, ну, допустим, такую картину давайте нарисуем. Человек, когда не зная, куда идет, обычно это люди, которые идут во тьме, и он срывается в пропасть. И когда он срывается в пропасть, может быть, он не видит там этого дна, этой глубины, но в этот момент он еще не разбился, у него еще есть какое-то мгновение, он еще может о чем-то рассуждать. Вы знаете, люди, находящиеся во грехе, они не просто идут, они уже сорвались в пропасть. Единственное разница между теми, которые уже упали и разбились одно, и теми, которые летят. Вот это и все. И вы знаете, в этот момент, когда человек сорвался в пропасть и он летит, Дух Святой как никогда хочет открыть ему это положение, что тебя никто не спасет. Никто. Ни мои усилия, ни мое старание, ничего. Я не спасу сам себя. Нету никакой надежды. И в этот момент Дух Святой, он показывает на Иисуса. Он единственный твой спаситель, который может вытащить тебя из этой пропасти и не дать тебе погибнуть там. И все, что нужно, это воззвать к нему, и он услышит, и протянет руку, и спасет. Он силен это сделать. Вы знаете, некоторые люди, они просто, дьявол обезболил, вот этот, лишил их страха, и когда они уже летят в пропасть, они говорят, ну и что? Сегодня мне хочется, чтобы пришло в наше сознание, что мы сами по себе не можем сами себя спасти, помочь себе. Нам нужен Господь, нам нужен Он во всем, во всех сферах жизни, нам нужен Бог в любой области, в любой сфере, и мы должны признать себя немощными, чтобы увидеть Его силу в нашей жизни, Его силу, Его могущество. Давид говорит об этом, он говорит, что ты избавил меня от сильного, ты избавил. Я хочу сейчас призвать вас к молитве, мы будем в этой молитве сейчас, обращаясь к Господу. Дорогая церковь, я понял, есть такие вещи, когда мы делаем определенные призывы, вы знаете, люди, которые выходят сюда наперед. Это всегда демонстрация акта или положения нашей веры и упования на Бога. Вообще, должно возобновиться алтарное служение. Это не должно быть просто вот человек, ой, это у него проблемы, поэтому он пошел. Алтарное служение, это выход, это решение, любое решение, когда мы принимаем в плане Бога. Мы выходим просто всякий раз, когда мы реагируем каким-то действием, этим самым мы позволяем Духу Святому работать в нашей жизни, производить в нас определенные вещи. Я знаю, что Иисус может спасти человека в любом месте и в любой момент, когда Он воззовет к Нему, когда Он попросит о спасении. Но если мы пассивны, если просто мы чего-то ожидаем, то мы можем пропустить это время, которое Бог определил для нас. Оно такое драгоценное, это время. Оно так важно сегодня для нас. и драгоценность этого времени заключается в том, чтобы мы могли познать нашего Господа, возрасти в Нем. Некоторые люди, они продолжают жить в прошлом. Не потому, что там что-то было в их жизни, что их уносит в прошлое, и они в этих каких-то хороших воспоминаниях. Но есть вещи, которые людей держат. это неправильная жизнь. Люди не могут себя простить за какие-то ошибки. То, что в прошлом было сделано, они четко понимают, чтобы, если бы не этот поступок, моя жизнь, возможно, была другой. Они не могут простить себя за те вещи, которые у них были неправильные в жизни, и это их продолжает держать. Одно место, которое нам дает полное право по-другому посмотреть на прошлое и на себя. Апостол Павел в 5 главе 2 послания Коринфянам говорит, древнее прошло. Что такое прошло? Прошло, значит, его уже нет. Все, что было связано с жизнью, во грехе, или с теми вещами, с падениями, с разными вещами, которые в прошлом, они наложили определенный отпечаток, оно контролирует человека до момента, когда он имеет встречу с Богом. Как только он встретился с Иисусом, Слово Божие говорит, что с этого момента ты новое творение. Новое творение во Христе Иисусе. А раз новое творение, значит, древнее, прошлое, то, что взади, оно прошло. Мы не должны сожалевать о тех вещах, когда мы приняли Иисуса. Мы сожалеваем о тех вещах до покаяния, но когда мы раскаялись за все эти грехи, и мы приняли Иисуса, теперь у нас новый старт жизни. Это старт во Христе, это развитие в этой личности, это подъем во Христе Иисусе, это познание Его, это понимать то, что Бог имеет ко мне, и что я хочу иметь в Боге. Это взаимоотношения сегодня так важно, чтобы наши отношения с Богом, они укреплялись каждый день, чтобы прошлое не удерживало и не возвращало нас на те позиции, где мы имели поражение, но чтобы мы могли видеть это прекрасное, то, что мы имеем во Христе Иисусе. Во Христе новая жизнь, во Христе я новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Аллилуйя! Давайте мы встанем сейчас. Когда мы говорим за алтарное служение, когда во время молитвы мы поощряем людей выйти, есть такое положение, когда я вижу, что уже и поощрения не должно быть, потому что определенные вещи, решения или переживания, или согласия с тем или иным, то, что Бог к чему меня призывает, это всегда реакция на то, чтобы мне выйти, чтобы просто встать перед Богом. Это образное, вот это место, когда мы это выходим, это образно, что мы делаем шаг к Богу, этим самым мы подчеркиваем, Господь я нуждаюсь в тебе, я хочу большего, я не хочу останавливаться на месте, я хочу прорыва, я хочу наполнения, я хочу иметь большее откровение, хочу войти в силу своего призвания, те или другие вещи, поэтому мы это делаем. Но когда стоит вопрос о покаянии, и мы делаем призыв, вы знаете, я стал задуматься над этими вещами в последнее время, потому что есть конкретное от Духа Святого побуждение это делать. со стороны смотрится как будто мы кого-то уговариваем и хотим вызвать. Потом я понял определенные вещи. Нам как церкви нужно молиться за людей, которые сегодня нуждаются в примирении. Вы просто не представляете в этот момент, какая идет борьба за эту душу. какие стены стоят вокруг, просто мы не можем представить, если открылись бы наши глаза и мы увидели какое противостояние. Потому что решение человека воззвать Господу о спасении это значит избавиться от гибели. Вы знаете, еще одна сторона сегодня важно молиться, чтобы Дух Святой прикоснулся к этим людям и чтобы они увидели весь ужас греховного состояния. Потому что для некоторых людей пребывать во грехе это просто наслаждаться этой жизнью. Моисей сказал, что он отказался и написано, что наслаждение греховное вот эти наслаждения, они были наслаждениями до момента, как он встретился с Богом. Ему казалось, это норма жизни. Сегодня нужно молиться, чтобы Дух Святой открыл этот ужас этого наслаждения, чтобы пришло отвращение, чтобы пришла другая реакция, чтобы люди просто увидели, что это погибель. И если это не сегодня наступит, то завтра. Вот почему Слово Божие очень сильно и конкретно обращается к людям, которые во грехе и говорит ныне, не оставляет просто права на завтра, сегодня, 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 ныне, сейчас, сейчас примиритесь с Господом. Поэтому эти стены, которые не дают людям, потому что они находятся в своем мире, грех для них это наслаждение, это их образ жизни, они просто по обыкновению посещают определенные церкви, но у них нету страха. Они сегодня, после этого собрания, они выйдут, они пойдут снова делать свои грязные вещи. На следующий раз они снова придут, это просто обыденная жизнь. Но как хочется, чтобы здесь, на этом месте люди, они не просто соприкасались с буквой, или просто с религиозными какими-то проявлениями, но чтобы Дух Святой мог обличать. Вот почему его одно из сильных назначений обличить мир о грехе. Почему? Потому что когда человек сорвался в пропасть, ему уже никто не поможет. Никто. Человек, живущий во грехе, это человек, который сорвался в пропасть. Вот почему Дух Святой хочет обличить этого человека, чтобы он увидел, что он в погибели. Это просто вопрос короткого времени, когда он ударится и разобьется одной этой пропасти. Но есть всегда шанс, пока он летит, воззвать Господу и сказать, Иисус, спаси меня. Иисус, прости мои грехи, очисти меня. Он силен протянуть руку и остановить, и вытащить из этого глубокой ямы греха. Вытащить, спасти. Когда я немощен, Павел говорит, я силен. Как хочется, чтобы эти слова, они были словами каждого христианина. В немощи моя сила. Когда я слаб, я нуждаюсь в Боге. Моя нужда в Нем во всем. Всегда я нуждаюсь в Нем. Возлюбленная церковь, призванная Богом, я знаю, мы определенные Богом, для определенной битвы на этой земле. Для того, чтобы Божьи планы были совершены. Чтобы действительно тысячи угнанных дьяволом людей были возвращены в Божье Царство. Чтобы измученные, которые сегодня в темнице, они вышли на свободу. Мы помазаны Духом Божьим для того, чтобы совершать эту работу. Чтобы сегодня действительно Божья слава покрывала это место. Чтобы мы видели Его славу. Халлелуя. Я хочу вас призвать, возлюбленные, чтобы мы не просто помолились, чтобы в завершении закончить это собрание. Нет, чтобы действительно обращение искреннее из нашего сердца было направлено к Богу. Чтобы мы могли понимать, что наша жизнь, она полностью зависит от Него. Не мы сами ее строим. Бог есть Созидатель нашей жизни. Если вы чувствуете внутри, что есть какие-то вещи, к чему-то вас Господь побуждает, может быть, есть какое-то определенное дело в вашей жизни, может быть, еще есть что-то, нужда какая-то, или есть просто, что вы хотели просто постоять в Божьем присутствии, сделав это решение, выйти вперед, вы можете это сделать. Вы можете просто прийти, не обязательно, чтобы кто-то молился за вас, просто побыть сейчас в молитвенном состоянии, в таком вот решении, Господь, коснись меня, наполни меня, измени меня, используй меня, халлилуйя. Группа, пожалуйста, проходите. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе, мы благодарим за благодать Твою, мы благодарим Тебя за Твою благодать, спасительную благодать, которую Ты явил для всех людей, спасительную благодать. Мы благодарим Тебя, что благодать Твоя она научает нас, чтобы мы отвергли мирские похоти и нечестия, и целомудренно, праведно и благочестиво могли жить в этом веке. Мы благодарим Тебя за Твою благодать. Халлилуйя, слава Тебе, мы благодарны Тебе, Иисус наш. Халлилуйя, мы благодарим за Слово Твое, мы благодарим за Твои обетования, мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал Иисус, мы благодарим, что Ты, умирая на кресте, Ты имел дело с нашим грехом, беззаконними нашими, Ты взял их на Себе. Слово Твое говорит, что Ты изъязвен был за грехи наши, и мучим за беззаконния наши, наказание мира было на Тебе, и ранами Твоими мы исцелились, мы благодарны Тебе, Иисус наш. Халлилуйя, слава Тебе, слава Тебе, мы благодарим Тебя, что Ты есть в нашей жизни, что Ты открылся, что Ты пришел в нашу жизнь, слава Тебе, аллилуйя, мы благодарим Тебя, что Ты не погнушался нами, что Ты не пренебрех, что Ты не прошел мимо, не отвернулся, но Ты благоволил к нам, Ты простер руки свои к нам, мы благодарны Тебе, аллилуйя, благодарим Тебя, Господь наш, благодарим Тебе, Иисус наш, мы благодарны Тебе За это откровение За дар вечной жизни Мы благодарим Тебя Аллилуйя За победу, которую мы имеем Мы благодарны Тебе За славную победу Твою Которую Ты совершил на Голговском кресте Мы благодарны Тебе, Иисус Мы благодарим Тебя за искупление За пролитую кровь Твою За то, что Ты очистил нас И омыл от всякого греха Мы благодарны Тебе, Иисус наш Аллилуйя Слава Тебе Мы благодарим Тебя за избавление От смерти, от ада Ты спас нас, мы благодарны Тебе Мы благодарим Тебя За жизнь вечную Дарованную Тобою Не по делам, не потому, что мы Заслужили Но Твоя милость была явлена Мы благодарим Тебя Аллилуйя Сегодня мы перед Тобою такие, как есть Мы не хотим, чтобы этот мир Контролировал нас Чтобы какие-то дьявольские силы управляли нами Мы не хотим, чтобы контроль зла и плоти Был в нашей жизни Мы отрекаемся от всего этого От всякой нечистоты От всякой неправды От всякого зла Господь, мы верим в Слово Твое Ты имел дело с плотью И Слово говорит, что она распыта со страстями и походями Дух Святой Дух Святой, научи нас Чтобы мы погружали нашу плоть Отдавай ее на крест Отдавай ее на смерть Чтобы она не имела господства в жизни нашей Научи нас, Святой Дух Чтобы мы поступали по духу И не исполняли вожделение плоти Мы сегодня такие, как есть при Тобою Мы нуждаемся в Тебе Святой Дух, открой нам эту сферу жизни Чтобы мы увидели, что мы немощны Что перед Тобою нам нечем хвалиться У нас просто ничего нету На что бы мы могли опереться Единственный это Ты в нашей жизни Единственный это Ты, наш Господь И Иисус, это Ты, наша опора Сила наша Ты, Господь На Тебя можем уповать во всякое время Это Ты Аллилуйя С �етей С днём С днём С днём С днём Благодарим Тебя, Иисус, за слово Твое, которое укрепляет нас, которое поднимает нас. Мы благодарны Тебе, Иисус наш, Аллилуйя. Мы благодарны Тебе, Иисус. Аллилуйя. Дорогая церковь, от всего сердца продолжайте обращаться к Богу. Пусть что-то сегодня в нашей жизни начнет происходить. Чтобы приоритеты наши начали меняться. Чтобы ценности Божьего Царства они начали обладать нами. Давайте мы искренне перед Господом мы будем открывать свое сердце. Давайте позволим Духу Святому работать внутри нас. Чтобы мы не держались за временное и проходящее. Чтобы Дух Святой наполнял нас своим присутствием. Чтобы мы могли доверяться Богу во всех обстоятельствах жизни. Аллилуйя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова